Известный в Таджикистане адвокат Салиджон Джураев, бывший генпрокурором Таджикистана, вынужденный затем уехать на несколько лет в Россию, но вернувшийся на родину, обратился с открытым письмом к президенту республики Эмамали Рахмону. В заявлении юрист приводит множество фактов беспрецедентной коррупции на местах, продажности судей, необъективности расследований и самоуправства чиновников. Среди обвиненных не только генеральный прокурор, глава Верховного суда, глава администрации президента, но и собственный сын Рахмона, Рустам Эмамали, возглавляющий антикоррупционные агентства. Юрист указывает президенту на факты коррупции прямо в зале Верховного суда. По его словам, он записывал много лет, как судьи вымогали взятки за решение того или иного дела. Однако после того, как он передал записи в следственные органы, на него самого завели уголовное дело. Диктофонные записи свидетельствует, как сам судья Верховного суда, признает коррупцию на всех уровнях власти, однако после публикации записи судью заставили отказаться от своих слов. Председатель Верховного суда Абдулая в течение шести часов, это точно, оказывал прямое давление на судью Нуры Нурова, чтобы тот отказался от своего признания. При этом он пообещал судье не привлекать его к ответственности даже за получение взятки и не отправлять в отставку, а дать возможность продолжать осуществлять правосудие, если судья будет хранить молчание о коррупции в верхних эшелонах власти. И после такого пристрастного допроса и давления судья Нуров стал говорить и писать удивительные вещи. Я, судья Верховного суда с высшим юридическим образованием, со стажем и опытом судейской работы чуть менее 40 лет, заявляю, что мои признания о коррупции, давление на суд и вынесение заведомо неправосудного приговора были ложными, и к этому меня принудил адвокат Жураев. Я оговорил президента в давлении на суд, себя в получении нескольких взяток, а председателя Верховного суда и главу администрации президента в коррупции, в том числе якобы в получении взятки в 5 миллионов долларов США. Еще одно дело, на которое адвокат обращает внимание – арест китайского бизнесмена. Сотрудниками антикоррупционного ведомства под руководством Рустама Имамали, сына лидера таджикской нации, адвокат утверждает, что когда с бизнесмена потребовали 400 тысяч долларов взятки для передачи наверх, предприниматель решил записать требования, чтобы позднее передать их лично президенту Таджикистана и показать, каковы его сотрудники. Однако, когда китаец сам записал передачу взятки, его тут же арестовали. Все заявления генпрокурору и Рустаму Имамали остаются без ответа.